Ёлки вне закона. Милиционеры массово изымают лесных красавиц без чипов. А ведь это верный признак того, что срубили их незаконно. И хотя штрафы за каждое деревце гораздо выше, чем просят за него торговцы, многие не упускают возможности подзаработать перед новогодними праздниками. Как воюют с браконьерами во Львове, видела Кристина Гошенко. Половина десятого утра на пригородный вокзал Львова прибывает электричка. Вместо привычных дорожных сумок у пассажиров в руках по несколько ёлок. Встречаем и просим показать чипы и документы на них. Многие и вовсе отказываются с нами разговаривать. Несколько метров от вокзала рынок. Все, кто сбежал от нашей съемочной группы, уже здесь. Продают привезённые деревца. Признаётся, ёлки рубят в лесу. Разрешения на торговлю нет. Но для многих это единственный заработок. А нехай людям дадут работу, и люди не будут торговать. А почему люди молодые, все без работы стоят? За каждое незаконно срубленное дерево предусмотрен штраф от 200 гривен. Милиционеры нагрянули с проверкой. Встреча порядка составляют нарушителей протоколы. Ёлки конфискуют. Ёлки, которые получаются тут, в ходе спильных рейдов, они сдаются на предприятие лесосподарское для подальше их утилляции. Люди не верят, говорят милиционеры. И лесники сами зарабатывают на их новогодних деревцах. Грузия на газоны и везут. Кажут, что на лесгосп, на спес, что спесуют. Их никто не спесует. На другом базаре продают. Пошла скачу. С начала сезона продажи лесных красавиц львовские милиционеры издяли почти 600 ёлок и составили админпротоколы на несколько десятков человек. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов.